сегодня в этом видео поговорим с вами про коробки тоже возникает казалось бы в такой простой теме но это даже не тема да это просто отдельные слова тоже возникает путаница будем с ней сегодня с вами разбираться но прежде чем перейти к основному разбору я прошу вас подписаться на мой канал поставить лайки в качестве вашего спасибо и давайте разбираться и так значит слово коробка коробки все разные его фронт и во французском языке есть разные слова если мы будем с вами вести речь про какую-то красивую коробочку с крышечкой подарочную коробочку коробочка из-под конфет то есть коробочки миленькие хорошие симпатичные коробочки это у нас будет слово ингу ате ингу ате женский рот от французов мы очень часто слышим слово ингу ате но имейте ввиду что это они говорят не про коробочку ингу ате так называется в разговоре в обыходной речи так французы говорят на предприятия где работают например сегодня предприятие моё закрыто где я работаю и и чаще всего французы скажут ажур де лабу ате фэрме ажур де лабу ате фэрме французские центры занятости периодически проводят такие семинары которые называются крея сабу ате крея сабу ате имейте ввиду вас не приглашают туда делать какую-то коробочку своими руками из картона нет вам будут рассказывать на этом семинаре о том как создать свое предприятие потому что сабу ате ля абуат мабуат это именно как предприятие как бизнес какой-то и также у нас есть буаду ми это дискотека начинает дискотека так дальше если речь идет о коробках в которых мы перевозим вещи то есть обыкновенные серые картонной коробки в которых мы либо храним вещи или перевозим вещи складываем вещи это слово не буат это слово анкер тон также как его у нас слова картон но слово картон это у у нас качество бумаги, а у французов un carton – это обыкновенные картонные коробки, серые в коробке. И отсюда есть глагол cartonner. Cartonner – это закладывать вещи, складывать вот именно в эти картонные коробки. Чаще всего мы говорим делать коробки. Например, мы складываем вещи перед переездом. Значит, мы говорим je fais mes cartons. Je fais mes cartons. Либо je cartons mes affaires. Je cartons mes affaires. Также в значении коробка или скорее всего какой-то сундук, также это багажник от машины, мы можем использовать слово un coffre. Un coffre. Например, un coffre à jouet. Сундук для игрушек. Вот у меня есть дома несколько сундуков, в которых моя дочь складывает свои игрушки. Если у нас с вами будет уже не коробка, а маленький какой-то пакетик, в котором мы что-то складываем, например, как вот открытки у нас запаковывают, то это уже будет называться un sachet. И какую-то мелочь у нас, когда мы в магазине, например, что-то покупаем, там, бижутерию, медикаменты какие-то мелкие, что-то для шитья какие-то мелкие, такие вот принадлежности, то у вас могут спросить un sachet, то есть не пакет, а un sachet. Почему я подняла эту тему? Потому что когда люди переезжают, очень часто они говорят je fais mes boîtes, je envoyais mes boîtes. Если мы переезжаем, мы говорим un carton, je fais mes cartons, je envoyais mes cartons. Я очень надеюсь, что такой маленький разбор будет вам полезен в вашей французской речи. Увидимся с вами в новых разборах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok